Уважаемые коллеги, заболеваемость раком булью по данным разных авторов составляет в среднем 2 на 100 тысяч населения. В Новгородской области этот показатель заболеваемости с определенными колебаниями за 15 лет увеличился почти в 3 раза. Представлено с 2000 года заболеваемость 1,8, стало более 4 на 100 тысяч населения. Актуальность проблемы. Несмотря на увеличение заболеваемости, высокий удельный вес больных с локорегиональным распространением процесса в среднем 50-60%, констатировано снижение смертности с 3,4 или даже 5 на 100 тысяч населения до 0,58. Ситуация связана с тем, что запущенные формы рака вульвы, это женщины преклонного и старческого возраста, проживают в одиночестве, не относятся критически к своему здоровью. С другой стороны, это проблема медицинская, поскольку это конечный этап длительно существующего процесса папиломатозных разрастаний, вульварных дисплазий, склеротического лишая, начало которому более молодой возраст и преклимактерический период. До последнего времени к основным факторам развития рака вульвы относились нарушения системы нейроэндокринного гомеостаза. В современной системе патогенеза особое место отводят аж папиллома вирусной инфекции. Последний играет ведущую роль в генезе не только рака шейки матки, но и рака вульвы, что позволяет по-новому взглянуть на эту проблему. Все чаще рак вульвы диагностируют в репродуктивном возрасте, что определенным образом связано с увеличением частоты папиллома вирусной инфицированности, заболеваемости, вульварных, интерэпитериальных неоплазий среди молодых женщин. Под нашим наблюдением находилось 102 больных раком вульвы. Средний возраст составил 69,3%. Чем старше, тем заболеваемость выше. По данным литературы выделяют два основных, особенно ранних патогенетических варианта. Это HPV-позитивный кантилломатозный вариант, чаще у молодых, на этапе внутриэпитериального рака, ВИН-1, 2, 3, соответствует легкой, средней и, соответственно, тяжелой степени вульварной дисплазии. HPV-негативный ликератозный вариант, чаще у женщин пожилого и старческого возраста старше 55 лет. Однако клиническая практика более многообразна, что, по-видимому, зависит от первичности процесса, возраста и развития вторичных процессов. Это смешанный вариант, когда имеет место папилломатозное разрастание опухоли на фоне склеротического шая и кератозные изменения. И автономный вариант, когда рак без видимых фоновых изменений представляется. И отечно-инфильтративный или, по-нашему, осложненный вариант, нередко у тех женщин, когда присоединяются вторичные воспалительные процессы и извязления. Что необходимо учитывать при выборе лечения. Возможность излечить предраковые процессы и предотвратить развитие опухоли является трудной, но реальной задачей современной онкогенекологии. Однако авторы решения этой проблемы связывают с разработкой многих скриот-деструкций, фотодинамической диагностикой и фотодинамической терапией. Другие, наоборот, считают, что органосохраняющие лечение больных нейродистрофическим процессом вульварной интраэпителиальной нооплазии и ранними формами рака ведут к рецидиву заболеваний, а потому нуждаются в радикальном хирургическом лечении. На настоящее время не решены методические аспекты выявления и лечения вульварных дисплазий ранних форм рака вульвар. В ряде работ по раку вульву указана важность увеличительной диагностики и морфологических методов. Однако информативность мазков низкая и составляет по сводным данным 57%. Нередко в мазках обнаруживают лишь роговые чешуйки, элементы воспаления, вводя врача в заблуждение, что целиком и полностью, по нашему мнению, зависит от качества забора материала на цитологическое исследование. Учитывая многофокусный рост и необходимость множественной биопсии из нескольких зон, на амбулаторном этапе нами использованы разные виды биопсии. Учитывая развитие очагов рака вульву, происходит на фоне склеротического лишая, повышения и повышенного роговения, эпителиально тканинами использована методика соскоба с помощью скальпеля, состоящего из двух этапов, то есть снятия в начале роговых чешуек эпителия из 4-5 наиболее подозрительных участков, а уже последующая скарификация материала для цитологического исследования до появления росинок крови. Цитологическое исследование по такому методике нам удалось повысить до 76%. Фотодинамическая терапия нами выполнена у 24 больных с диффузными вульварными дисплазиями и при раке вульвы с целью подготовки окружающей ткани, в том числе у двух пациенток, при рецидиве рака вульвы. Поскольку папилломы, вирусные и фоновые процессы нередко переходят не только с органа, но и на кожу, медиальной поверхности бедра, что требует подготовки этого участка для последующих оперативного вмешательства. Возобновление кожного зуда и остаточной очаговой лейкополки отмечено после фотодинамической терапии почти у половины пациентов. Почему это произошло на наш взгляд? Это прежде всего потому, что это результат субъективности путем субъективного перемещения лазерного луча рукой и не позволяет избежать каких-то участков, а значит и рецидива заболеваемых. Пластика полноценным кожно-фасциальными лоскутами с хорошей воскулилизацией с задней поверхности бедра у 34 пациенток с дисплазией показала, что она является патогенетической, поскольку одной из основных причин развития ВИН-1.3 является склерозирование местных сосудов и атрофии ткани. Расширенная вульвектомия с криоаппликацией. С 2005 года нами выполнена 81 расширенная вульвектомия в целях снижения крови потери и областики. Эксизию почти всегда проводили радиоволновым скальпелем, а иссечение злокачественной опухоли предчаствовало ее замораживанию до температуры 160-185 градусов с использованием аппарата РБ. Иссечение проходило почти бескровно со стороны опухоли. Опухоль прочно фиксировалась к реаппликатору, и с помощью которого можно, прибегая к цапкам, подтягивать, манипулировать и истекать вокруг ткани. Для закрытия раневого дефекта использованы полноценные кожно-фасциальные лоскуты с задней поверхности бедра, которые позволили избрать адекватный объем хирургического вмешательства и оправданность многих позиций, которые описаны Важениным соавтором. Эта зона имеет наибольший избыток ткани и непосредственно прилегает к ранее хорошо восклюлитирование. При небольших опухолях верхней половины вульвы и вульварных дисплазиях у 12 больных нами использован оригинальный абдоминальный кожно-фасциальный лоскут по методике, разработанной нами. В частности, это для улучшения, то есть разрез делался по типу фаненштыля, в зоне паховых по типу овальных разрезов с возможностью доступа сразу к лимфатическим путям, и последующее раскрытие этого абдоминального лоскута до 11-20 см от лона и с помощью аппарата Гармоник пересекалось с наружной поверхности прямые мышцы вместе с сосудом верхнеэпигастральным, затем рассекалось продольно до лона, и эти мышцы укладывались на раневую поверхность, подшивались к мышцам влагалище, причем с фиксацией в зоне лона. Закрытие вот такими перекрестными мобильными сегментами прямых мышц живота на сосуде, с ножки создаёт недостающий объём половых губ и представляет пластический материал для воскулилизации и дренирования лимфы, то есть снижение лимфории после операционного периода. В области перекрёста мышц вот это производили фиксацию, и затем уже ушивали фасции прямых мышц живота, накладывали 6-7 швов по донате на кожу промежности, заднюю стенку влагалища без натяжения, с тем, чтобы определить, до какого уровня будет дефект кожи выполняться абдоминально-кожно-фасциальным лоскутом. Абдоминальный и кожно-фасциальный лоскут укладывали на раневую поверхность, адаптируя его путём отсечения избыточных и острых участков кожи, определив проекцию абдоминального лоскута, прилегающего к лапку, накладывали два фиксирующих узловых шва на надкосницу, которые затем их подшивали к лоскуту без эпителия, формируя генитальную складку. Заживление проходило первичным натяжением, за исключением одной женщины. Длительность лимфории сократилась на 2-3 дня при улучшении внешнего вида органа. Ну вот здесь показан вид, это ещё где-то на 7-8 сутки после операционного периода. И в заключение, выполнение расширенных вольвоктомий и реконструктивно-пластических операций повысило пятилетнюю выживаемость до 97,3%. Разница с обычным ушиванием статистически достоверна и выше почти в 1,8 раз. Ну и выводы. Использование новых технологий и реконструктивно-пластических операций с применением криоаппликаций при раке вольвы отвечает принципам областики, антибластики, снижению смертности от этой патологии до 0,5 на 100 тысяч населения и повышению пятилетней скорректированной выживаемости до 97% по сравнению с контрольной группой 52. Методом выбора лечения вольварных дистрофий является фотодинамическая терапия, которая при диффузных формах с переходом на кожу задней поверхности бедра и с выраженными роговыми чешуйками должна использоваться в комбинации с реконструктивной пластикой. Использование реконструктивно-пластических операций с применением воскулиризированных нижних сегментов прямой мышцы у больных с предопухолевыми заболеваниями является мерой профилактики развития инвазивных форм рака, способствует снижению осложнений и повышению косметического эффекта и снижению длительности лимфории на несколько суток. Спасибо за внимание.